Дорогу велосипедистам. По данным социсследования, 29% запорожцев регулярно пользуются двухколесным транспортом. Еще 53% готовы пересесть на велосипед, если в Запорожье для этого будут созданы условия. Решением вопроса занимается специальная рабочая группа. Ее активисты подготовили предложение по развитию инфраструктуры для велосипедистов и популяризации этого вида транспорта. В чем они заключаются, знает Инна Гогой. Чтобы сделать проезд по городу на велосипеде комфортным и безопасным, участники рабочей группы провели социсследование. Хотели выяснить, кто чаще всего и для чего пользуются велосипедом. Также проанализировали два десятка различных предложений о развитии велодвижения и обозначили четыре основные задачи. Среди них обустройство двух велодорожек по проспекту Ленина, проведение в городе различных акций для популяризации велоспорта. Но это еще не все. Было предложение обеспечить безопасное пересечение запорожских мостов, потому что на сегодняшний день, конечно, такой возможности для людей на велосипедах нет. Прозвучало предложение интегрировать во все проекты строящихся и планируемых реконструкций дорожных развязок зоны для безопасного использования велосипеда. Тогда же мы осознали, что, к сожалению, строящиеся новые мосты Запорожья не предусматривают велодорожек. Может быть, еще есть возможность что-то исправить. В мэрии такие предложения поддерживают, но добавляют. Для реализации задуманного придется решить вопросы с документацией, а некоторые аспекты следует дополнительно обсудить со специалистами различных инспекций и служб. Есть одна проблема – это по мостам. Нам нужно садиться с проектной организацией и со строителями. Но, опять же, может быть, действительно мы уйдем с проезжей части и уйдем на тротуарную зону. Возможно, это тоже вариант решения проблемы. Тем более, что, давайте скажем честно, я не думаю, что по мостам ходит огромное количество людей пешком. Это как раз не то место, где очень интенсивное движение по тротуару. Воплощение в жизнь всех этих планов наметили на следующий год. Кроме того, городской голова поручил участникам рабочей группы заняться подготовкой новых проектов, которые можно будет реализовать уже в 2015-м. Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому!